36 спортсменов из Омской, Новосибирской и Кемеровской областей вышли на старт в 25-й всероссийской многодневной велогонке Тур Надежд. Участники соревнований молодые юноши и девушки до 14 лет. На Омской трассе традиционно упорная борьба. Это гонка среди молодых, молодежи, которые амбициозны, рвутся вперед. Один рвется, второй рвется без остановок. То есть ситуация постоянно меняется на гонке, постоянно новый лидер, каждый день новый лидер. Поэтому это гонка для молодых, для того, чтобы они росли и вырастали в настоящих наших чемпионах. Особенность многодневной гонки в том, что по итогам каждого этапа меняется лидер. Накануне предпоследнего дня соревнований одного из сильнейших омских гонщиков Василия Лобанова от лидерства отделяло меньше секунды. Пока спортсмены наматывают зачетные круги вокруг арены Омск, о секретах успеха в таких гонках говорим с прошлогодним победителем Тура Надежд. Во-первых, чтобы быть лидером, на мое мнение, нужно выиграть первый этап. Если ты выиграешь первый этап, тогда все гонщики считают, что ты лидер. Нужно тренироваться как можно упорнее, соблюдать режим и слушать тренера. Итак, долгожданный финиш и встречаем победителя. Лидер гонки 20 номер, а мич Василий Лобанов. Гонка хорошо проходила, только вначале был отрыв на 10 кругов, потом догнали, все хорошо стало. Мы знаем, что меньше секунды у вас после вчерашнего этапа отделяли от лидера. Как психологически настроились, чтобы сегодня? У нас старался выиграть гонку и выиграть все промежуточные финиши. В генеральной классификации активного гонщика по сумме шести этапов, а мич Василий Лобанов на первом месте. В командном зачете по сумме шести этапов лидировала Омская область 1, второе место заняла Кемеровская область, Нью-США номер 3, а третьей стала сборной Новосибирской области. Редактор субтитров А.Семкин